Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Праздничная акция на двух- и трехкомнатные квартиры. При стопроцентной оплате скидка 5%. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. В спасении утопающих дело рук профессиональных спасателей. Курорты Черноморского побережья готовятся к летнему сезону. Вечная невеста. Анапчанка после победы в городском конкурсе готовится защищать честь города в Красноярске. Чтобы комар не пискнул, в Анапе проводят профилактическую обработку водоемов от кровососущих насекомых. Праздником ветераны. Мы продолжаем серию спецрепортажей о героях нашего времени. Накануне открытия купального сезона в Анапе прошли занятия по организации работы пляжных территорий, мест купания и обеспечения безопасности на них. В наш город приехали представители администрации и госинспекции маломерных судов со всех муниципалитетов Кубани. Возглавил комиссию первый заместитель министра по курортам и туризму Краснодарского края Сергей Крутько. Как обеспечить безопасность на пляжах Краснодарского края? Эту тему обсуждали в администрации города-курорта на ежегодном краевом совещании, посвященном подготовке к летнему сезону. Его участниками стали представители Министерства курортов и туризма края, сотрудники МЧС, власти курортных городов и предприниматели. Теоретическую часть семинара провели в Большом зале администрации. Три практических занятия отработали на пляжах Анапы. Как известно, у нас Краснодарский край принимает отдыхающих практически треть от всего турпотока, который путешествует по России. Значительное количество иностранных туристов. Краснодарский край, опять же, у нас лидером является, один из лидеров по пребыванию туристов. Кроме того, Краснодарский край позиционируется как с развитием детского отдыха, семейного отдыха, молодежного, деловой туризм и так далее. Поэтому сегодня мы ежегодно проводим мероприятия по обучению, по совершенствованию работы на пляжных территориях. В программе правила по обустройству пляжей, требования для спасательных служб и медпунктов рассмотрели действующие правила для владельцев скутеров и катеров. Поставили задачи перед сотрудниками ведомств, осуществляющими контроль за организацией отдыха и безопасности на пляже. Летний сезон должен пройти без нарушений. По словам экспертов, с каждым годом уровень безопасности и комфорта на пляжах курортов края повышается. Среди лидеров по-прежнему отмечают наш город-курорт. Безопасность назвали основой удачного отдыха. Нужно отметить, что по сравнению с 2010 годом, гибель людей уменьшилась на 20%. В натуральных числах составляет 268 человек. В плане безопасности нужно отметить большую роль муниципальных образований города-курорта Геленджик и города-курорта Анапа, где руководители уделяют большое внимание вопросам безопасности и где действительно из года в год проходит снижение. На семинаре говорили и о развитии популярных видов отдыха, таких как автотуризм. О новинках в этой сфере рассказали специалисты из Москвы. И более того, показали наглядно. Этот вид туризма может легко конкурировать с традиционными, поскольку автофургоны обладают всем необходимым для жизни туристов. Удобные кровати, душ, туалет, место для приготовления пищи. Задача принимающей стороны – организовать площадку с местами подключения электричества и воды. Срок окупаемости гостиничных номеров на колесах – всего пара сезонов. Предложение москвичей заинтересовало многих представителей туриндустрии Кубани. Возможно, и в Анапе в скором времени появятся автокемпинги повышенной комфортности. И в продолжение темы подготовки к летнему сезону. Повторную авиационную и механическую обработку водоемов провели специалисты предприятия «Гигиена плюс». От комаров и их личинок избавляют территорию Анапских плавней, Пионерский проспект, береговую зону Витязевского лимана и сбросный канал вблизи села Витязева. Санитарно-эпидемиологическое состояние курортной территории на контроле специалистов отдела Роспотребнадзор. Комары доставляют населению не только бытовое неудобство. Зловредные насекомые являются переносчиками опасных заболеваний – малярии, лихорадки западного ванила и дирофиляриоза. В борьбе с комарами действенный и ручной способ обработки из воздуха. С борта вертолета распыляется биопрепарат «Бактицит», разрешенный для использования на рыбохозяйственных водоемах. О том, что не наносится окружающей среде, можно увидеть по сотням гнездовий, которые находятся здесь, и лебедей, и птиц. Никаких ущерба такого явного не видно. Настолько даже птицы привыкли, что не покидают даже ни гнезд, ни момента даже пролета вертолета. Общая площадь водно-поверхности анапских плавней составляет более 1100 гектаров. Профилактические мероприятия проводят на половине этой территории. Участок 8 гектаров обрабатывают вручную, 426 гектаров – с воздуха. Наземный способ обработки необходим там, где по санитарным нормам использование авиации запрещено. Это открытые и доступные участки плавней, где проходит большой поток людей. Так вручную проводится обработка водоемов детского парка и старого русла реки Анапки – береговая часть Витязевского лимана. Специалисты отдела Роспотребнадзор ведут энтомологический мониторинг водоемов на наличие леченки комара, состояние эпидемиологической обстановки на курорте. Проводится все это под контролем службы федеральной Роспотребнадзор. Конкретно контроль проводит до обработок и после обработок Анапский филиал ВУС – центр гиены эпидемиологии. В трех точках отбираются пробы воды, то есть что было до обработок, что произошло после обработок. Всего за летний сезон планируется провести 8 наземных и 7 авиационных обработок. Отдых в Анапе для миллионов гостей, а также ночное спокойствие для анапчан будет обеспечено. Председателя Советов микрорайонов ко Дню Победы организовывают на своих подведомственных территориях маленькие островки признательности и любви к тем, кто является для нашей страны великой гордостью и славой к людям, прошедшим дорогами войны. Наблюдая за таким трогательным событием, как вручение подарков ко Дню Победы, понимаю, что создание Советов микрорайонов – наверняка одно из самых действенных предложений главы города Сергея Сергеева. Во дворе дома по улице Протапова, 60, собрались соседи и сами виновники торжества. Мария Васильевна Бубликова юной связисткой прошла войну от Смоленска до Кенигсберга, а Андрей Федорович Ильченко оказался в последнем призыве. Родился он 26 ноября 1926 года, и военкомат забарковал его из-за слишком маленького роста. Но уже в 1944 году он, закончив школу связистов, был направлен в Иран, а служба в армии продолжилась для него на долгие годы еще и после Победы. Что ж, неважно в каких войсках и на каких участках отдавали долг Родине эти люди, главное, они не забыты, и сегодня микрорайон Западный отдавал дань уважения своим дорогим ветеранам замечательными подарками. Эти кружевные лавочки станут центром всех встреч, а продуктовые наборы и фронтовые 100 граммов все равно сейчас из пакетов подарочных перекочуют на стол. Ведь дороже всего для фронтовиков общение и воспоминания. Им очень важно быть услышанными и незабытыми. В такие минуты они словно возвращаются в свои годы юности, где остались их молодость, красота, мечты и, конечно же, победа, о которой мы не забыли. В Центре культуры Родина прошел региональный отборочный тур 8-го Всероссийского фестиваля невест, 2-й Анапский фестиваль невест в стиле жестяной свадьбы. Бриллиантовой невестой Анапы 2013 года стала Надежда Кривошеева. 12 мая супруги Кривошеевы представят курорт на Всероссийском фестивале невест в Красноярске. Бриллиантовая невеста Анапы, Надежда, человек творческий, поет в ансамбле казачьей песни «Зорница», ансамбле русской песни «Русские узоры». Первое задание на конкурсе – визитка рассказа себе и дефиле «Надежда» прошла легко. Второе задание оказалось труднее. Признание в любви – самый трогательный конкурс, потому что нужно было признаться за сцену любви супругу. В этом конкурсе мы вышли на сцену вдвоем, пели романс и танцевали вальс. Поэтому это был самый волнительный конкурс. Главное в творчестве считает Надежда – показать широту русской души. Свою широкую душу развернула в третьем задании – 8-й Всероссийский фестиваль «Невест», 8-й год семейной жизни «Жестяной». Мы создали образ «Жестяная Русь», в котором показали колокола, 7 обручей металлических, колокольчики. И я несла коромысла с ведрами. Осыпалась их серебряным дождем. На Всероссийском фестивале «Невест» в Красноярске Надежда и Михаил покажут номера с Анапского фестиваля. Семья Кривошеевых приготовила сюрприз для жюри и зрителей. Мы везем с собой фильм об Анапе «Пять причин, по которым стоит посетить Анапу». В нем все рассказано, красочно показано, сами посмотрели и очень гордимся тем, что живем в этом прекрасном городе. Мы не оставляем ребенка, мы берем его с собой. Его зовут Арсений, ему 3,5 года. Он уже выступает вместе со мной на сцене, поет казачьи песни. Поэтому мы хотим взять его с собой, участвовать именно в конкурсе. Он будет нас звенить колокольчиком и петь. Отборочные туры 8-го Всероссийского фестиваля «Невест» прошли в 23 городах России. Лучшие невесты представят свои города. Опора для Надежды – любящий и заботливый супруг, который поддерживает все ее начинания. Семейные трио Кривошеевых уверены – Надежда достойна победы. К 69-й годовщине Великого Дня Победы около ста экипажей стартовали из Туапсе в автопробеге «Кубань-Крым. Города-Герои». 7 мая колонны встречали в городе воинской славы Анапе. У Стеллы – город воинская слава. Анапчане встретили участников автопробега «Кубань-Крым. Города-Герои». Массовый автопробег проходит в рамках проекта «Жемчужина России-2014» по маршруту Туапсе-Новороссийск, Анапа, Тимрюк, Керчь, Симферополь, Севастополь. Члены патриотических клубов и общественных организаций проедут по двум российским регионам, посетят места боевой славы и встретят День Победы в городе Героя Севастополя. Там нас ждут не только наш автопробег, ждут всех россиян. Приезжайте, говорят, в гости. Мы всем вам очень рады. В городе Герои Новороссийске и городах воинской славы Туапсе и Анапа у мемориалов участники автопробега берут немного земли, чтобы передать ее в капсулах севастопольцам. Для торжественной передачи анапской земли пригласили почетного гражданина города-курорта Анапа председателя Совета ветеранов Анатолия Гапонова. Он вручил капсулу руководителю акции Владимиру Пухову, а тот, в свою очередь, передал ее анапским участникам автопробега. Анапская земля, как и взяв земля Кубани и большей части России, болит окрою защитников нашего Отечества, тех дедов и прадедов, которые своей жизнью заслонили страну от фашистской чумы, освободили не только нашу родину, но и всю Европу, которая рукоплескала советскому солдату-освободителю. Рустем Куртмалаф из станицы Анапска узнал об акции в интернете, отослал заявку и стал участником автопробега. По экспедициям ездит уже давно, но на такой дальний маршрут отправился в первый раз. У меня два деда воевали. Один до Берлина дошел, другой до Кенигсберга и отправили на Японскую войну. Поэтому я не могу пройти мимо против такой акции. 8 мая колонны будут встречать в городе Герой Керчь. А 9 мая в конечной точке автопробега Севастополе кубанцы примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 69-й годовщине Великой Победы. Никто не забыт, ничто не забыто. Таков леет мотив встреч ветеранов с детьми и молодежью, которые проходят повсеместно в городе-курорте Анапа накануне 9 мая. О том, как прошла встреча в Центральной библиотеке и в детском саду «Виктория», расскажет Лариса Басова. На встречу пригласили казачат школы номер 6 и студентов первого курса гуманитарного университета имени Шолохова. Ветеран войны Дмитрий Ильич Нашатынский по возрасту попал в армию только к концу войны. Воевать ему пришлось уже в Победном 1945 году. И ребята с интересом слушали рассказы снайпера. Так же, как и волнующее повествование коренной анапчанки Нины Гавриловны Лобус. Она пережила войну в оккупированной Анапе. Мы тогда жили в Анапской с мамой всего вдвоем. В одной столяне румыны, а в другой склад. Они нас вывезли от соседей. Ветеранов, живых свидетелей Великой Отечественной войны становится все меньше. Многим не позволяет возраст и здоровье участвовать в таких встречах. Тем ценнее каждое слово из их воспоминаний. Центр патриотического воспитания молодежи «Ратмир» стремится как можно чаще, а не только ко Дню Победы, проводить такие встречи. Пока мы помним свою историю, мы сильны. Ни в коем случае нельзя забывать победы своего народа. И именно поэтому данное мероприятие имеет важное значение. Самое отрадное для ветеранов, что дети усвоили урок мужества. Как подтверждение тому, юные патриоты показывали сценки, пели песни о том, что они будут помнить подвиги дедов. В Берлине, когда-то фотограф снимал фронтовой, сержанта в медалях с его молодою женой. Основательно подходят к патриотическому воспитанию детей сотрудники детского сада номер 18. Каждый год в нашем детском саду проходят тематические мероприятия, посвященные Дню Победы. Мы считаем это очень важной задачей, которую мы осуществляем ежегодно, потому что тема патриотизма очень важна. И считаю, что с самых малых лет, с самых практически младших групп мы проводим и беседы тематические, и экскурсии к памятникам, и к трём свечам, и к вечному огню. Старшая группа с воспитателем Еленой Пастенос в предпраздничный день совершила мини-экскурсию к памятнику «Три свечи» Инна Бульварьевскина. О своих впечатлениях ребятишки поделились с психологом детского сада Натальей Семененко. А что за знак у нас с вами приколот на груди? Ленинская ленточка. А что она означает? Это символ Дня Победы. Молодец! А некоторые по случаю столь великого праздника даже выучили стихи. Майский праздник, День Победы, отмечается вся страна, одевают наши деды боевые одина. Встреча воспитанников детского сада «Виктория» с ветеранами Галиной Брониславовной Булатовой и Анатолием Ильичом Шиловым в канун празднования Дня Победы получилась впечатляющей и по-настоящему волнительной. Тщательно готовились все – воспитатели, родители. Специально были пошиты костюмы. Малыши-мальчишки маршировали в солдатской форме военных лет. Изображали командиров и медсестричек так прочувствовано и натурально, что бывшая в годы войны медсестрой Галина Брониславовна Булатова не смогла сдержать улыбку. В сценке на прифронтовой полянке детки спели песню «Вьется в тесной печурке огонь». Танцевали под музыку синенький скромный платочек. Так вдохновенно исполняли все номера, что ветераны и зрители не раз вытирали слезы, аплодировали и кричали «Браво!». И еще одно поздравление ветеранов с Великой Победой поздравили сотрудники Анапской роты ДПС. Речь шла о том, как тяжело досталась победа советскому народу и как легко она топчется киевскими властями и радикальными группами современной Украины. Анатолий Гапонов выразил уверенность, глядя на анапских полицейских, что в России такой сценарий невозможен. «Наша полиция с народом и за народ», отметил председатель Совета ветеранов. И в подтверждении своих слов, согласно решению Совета, вручил командиру роту ДПС Александру Смирнову памятный знак за огромный вклад в воспитание патриотизма у подрастающего поколения. «Я считаю, что это не только знак, вручен мне, но и нашему личному составу, который я считаю, что много делает для того, чтобы авторитет города-курорта Анапа был на высоком уровне. И на протяжении ряда лет мы это делаем. И очень приятно, что сегодня и Совет ветеранов, и глава, а в лице главы жителей города-курорта, значит, видят в нас защитников. Сегодня это очень важно, особенно многие знают и видели это по Украине, где сегодня унижают сотрудников милиции, сегодня предают их, и сегодня расстреливают. И сегодня очень важно, чтобы мы, как сказал Анатолий Максимович, чтобы мы были вместе, едины, но главное, чтобы мы были близки и рядом с народом». С наступающим праздником председателя Совета ветеранов поздравил командир роты с пожеланием доброго здравия и мирного неба над головой. Продолжаем цикл специальных репортажей о ветеранах Великой Отечественной войны. Виктор Иванушка, участник Великой Отечественной войны, служил в Тихоокеанском флоте в должности старший механик, награжден медалью «За заслуги». 19 апреля Виктору Сергеевичу исполнился 91 год. Виктора Сергеевича призвали на службу 16 апреля 1942 года за три дня до 19-летия. Сначала прошел обучение в учебном отряде Тихоокеанского флота на курсе химиков. После охранял водные границы государства, служил на крейсере «Каганович». Команду 980 человек до сих пор называют морской дружной семьей. Что такое морская корабельная служба? Все сообща работали, служили мы. Самый яркий такой пример – это акустики обнаружили где-то в проливе шум винтов лодки, и поступила команда бомбить. Мы… Корабль шел по проливу и бросал глубинные бомбы. Взрывались. Ну, атака была ложная. Охраняли корабли, в трюмах которых провозили технику и машины для фронта. Сколько вражеских кораблей разгромили – не подсчитать. О долгожданной победе Виктор Сергеевич узнал на крейсере. Хорошая погода была. Мы были в море и объявили День Победы. Все на палубу выскочили. Ура! Кричать начали. Обниматься. После окончания войны Виктор Иванушка вернулся в родной Владивосток. Работал на железнодорожной станции в отделе связи монтером. В это же время учился, получил диплом и стал электромехаником. Я работал в удовольствие. Специальность мне очень нравилась. Я первую радиосвязь на паровозах, на овечках, на ефимах устанавливал. Первую вообще на Дальнем Востоке. Виктор Сергеевич и Мария Егоровна живут вместе 61 год. В семье Иванушка три дочери, шесть внуков, четыре правнука. Мария Егоровна 20 лет пишет стихи. Отца Марии забрали на фронт в июне 1945 года. Семилетняя девочка каждый день ждала отца, и он вернулся. День Победы – главный праздник в их семье. Страна была в большой беде. На фронт все уходили. Отдавши жизнь за жизнь людей, врага мы победили. Семья Иванушка год назад переехала из Владивостока в Анапу. Виктор Сергеевич два раза в день занимается на тренажерах, ходит на море. Уже планирует, как отметит, через четыре года – 95-летие. Главное, чтобы за праздничным столом собрались дети, внуки, правнуки. Виктор Сергеевич и Мария Егоровна обязательно пойдут на парад 9 мая, отметят праздник и поздравят ветеранов. И это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – аптека «Апрель». Теперь аптека работает и на улице Заводской, 28. Этой весной приходите в «Апрель». «Аптичная сеть «Апрель»» отмечает день рождения. Весь месяц скидки, подарки и призы. Только у нас и только в мае. Купи одну упаковку «Редуксинлайт» и получи вторую в подарок. «Апрель» всегда рядом. Телефон единой справочной службы 8 800 290 01. В пятницу, годовщину Великой Победы 9 мая, в Анапе будет малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем – 17-19, ночью до плюс 15 градусов по Цельсию. Ветер переменный – 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы – 754 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы – 14 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Коллектив телерадиокомпании «Анапа-регион» поздравляет вас с праздником, Днем Победы. А я с вами прощаюсь. До встречи. Праздничная акция на двух- и трехкомнатные квартиры. При стопроцентной оплате скидка 5%. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48 300 и 48 333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова